всем привет я сегодня решила нажарить во фритюре обо в большом большом количестве постного масла классный палочка соленой начинкой ну и зараз вам естественно покажу так пол литра теплого молока температура это молока 35 36 градусов сюда я сразу высыплю чайная ложка сахара чайная ложка соли и столовая ложка сухих дрожжей и венчиком все це розмешаю чтобы сахар соль растворились и дрожжи тоже буквально минуту так теперь я сюда добавлю муки муки добавлю трошечки не багато сразу чтобы дрожжи начали работу свою так как в качестве своих дрожжей уверена опару делать я не буду и проверять их тоже и сразу я сюда вылью 100-150 грамм постного масла размешаю тоже совсем по-быстрому естественно масло воно полностью уже не размешается с молоком ну трошечки размешать и буду я сюда всыпать тепер муку мне надо замесить тесто тесто должно быть не забиты на это количество жидкостей молока или может вы будете мясить если вас не мая молока можете конечно и на воде замесить на молоке намного вкуснее где-то пиде муки килограмм 900 грамм кило 100 все будет зависеть от вашей муки муку я буду добавлять постепенно на яком количестве муки я остановлюсь я покажу тесто так тесто уже густе так и венчиком дуже тяжело его размешивать теперь я переходю до рук и буду все тесто вымешивать руками так как все получается тесто до рук воно лейп на некрасиво так и кажется что тут мало муки на на цем этапе муку я уже добавлять не буду теперь я це тесто буду вимешивать ну где-то минут 5 это минимум при вимешивании тесто розбиватиме вся клейковина то видите оно сейчас липнет до рук может еще грамм 50 может не больше и подсыплю не больше но это минуты через 2-3 замеса потом только будет видно так тесто я вимешивала пять минут и теперь смотрите вечно оно липкое значит муки мало чтобы вы понимали сюда теперь добавлю грамм 50 не больше так вимешивала я тесто еще пять минут после того я досыпала 50 грамм муки 30 тесто получается мягкое не забиты до рук воно практически не липнет чуть-чуть только все воздушно теперь я це тесто ставлю на расстойку чтобы оно поднималось так как зараз жара ну где-то оно будет подходить минут 40 50 не больше я сейчас накрыли и поставлю пока весьма не буду тесто подходить я займусь а зараз начинкой и покажу как у начинку я буду сюда ложить вартовать мне понадобится 3 таких средних цибулин и них надо нарезать квадратиком так сковородками она уже разогрита я налога трошечки постума грамм дыхто 50 мне надо обжарить до полупрозрачности так лук у нас там уже полупрозрачным таким хватит его жарить тепер сюда я добавляю в мене килограмм свиного фарша если у вас нема свиного есть який то другий добавьте той фарш який есть у вас можно добавить говядину курятину индюшатину ну люби фарш в мене фарш цей из заморозки так что бачите таки він просто серого цвета потому что он у меня лежал в морозильной камере ну и теперь я буду фарш с цибулею жарить до тех пор пока мне фарш не станет готовый как проверить на готовность фарша ну он стал белого цвета фарш жарится в дуже быстро цена мягко на цьому этапе надо посолить поперчить добавить усі специи приправи який вы любите все фарш уже у меня готовый жидкость я испарилася він побелив я его посолила поперчила зробила на свій вкус так показую я уже заранее обварила рис яки говорить я думаю каждая хозяйка це знают 300 грамм риса сирога була я его зварила желательно чтобы зварить рис чтобы он не был у вас рассыпчатим а чтобы получилась у вас вот такая вот вся каша бачите каша чтобы должна быть глибкий глибкий как на него еще можно сказать теперь я в цей рис высыпаю свое мясо фарш перемешаю все це и на цем этапе я еще раз тоже попробую на вкус на соль на перчик рис я обваривала конечно соленой воде но попробовать обязательно надо поставлю чтоб начинка моя вычихала сейчас я все хорошо перемещаю и буду ждать чтобы оно все остыло якое количество ложить то есть как делать пропорцию риса сколько положить сколько фарша столько ложите сколько у вас есть фарша любите побольше чтобы было мясо начинки положить фарша больше ну не каждого есть например возможность багато положить фарша положить меньше трошечки делайте на свитку на свои возможности так можно сказать ну естественно если конечно тут начинки буду побольше мяса буду намного вкуснее но рис тоже должен присутствовать колы рис буду такую я вам показывала консистенции вин фарш свяжи между собою надо чтобы начинка связана была тесто у меня уже подошло вау оно увеличилось десь раза наверно 4 я теперь руками аккуратно я воздух з него уберу начинка моя вычихла уже остыла и зараз я буду заниматься самими своими изделиями я уже неоднократно казала все кто делается постоянно мои видео знаю помню что я не люблю коли стол смачивать постным маслом я сюда присыпаю его трошечки мукой ну а именно ци изделия совсем по-другому стол я именно его смастю постным маслом небагато ну трошечки смастю так как мои палочки або трубочки ну называйте кто я хочу будут жариться в великом количестве постного масла если я буду тесто использовать добавление муки то на цих изделиях будет оставаться мука и при жарке постное масло будет гореть оно оставаться мое черное горелое так сказать его придется меня потом естественно будет вылить но так как литра постного пиде на жарку цих я буду добавлять просто постно я ця можно использовать еще другой раз так что для цегу я стол не муку буду посыпать а стол смазывать нам не постно брать его я так вам сказать кусочек маленькие теста разделить разделю и мне надо за тесто раскатать в прямоугольный пласт длина самого теста ну может быть даже на восток а вот именно ширина теста она должна быть так а по волочине я актив мои трубочки цем да зависит от той посуды какой я буду жарить ну примерно размер этого такие буду делать вот именно вот тесто раскатать на такую ширину а длину так и естественно качалку я тоже смажу постным маслом без муки тут муки вообще не будет у меня так как тесто желательно оно дрожжевое и желательно чтобы оно полежало после того как воздух я убрала у меня просто нема времени я буду его зараз раскатывать если оно у меня трошечки полежало то оно раскатывалось об намного проще быстрее а так я буду просто его придерживать рукою потому что в дрожжевом тесте тесте есть такое свойство как бачите дивиться вставать на свое прежнее место если тесто не выложено так яку толщину я буду раскатывать ну где-то миллиметров 5 руками поправляем тесто съезжая стоя на свое место ну ничего страшного отступаю от края ну и тоже начинки ложите столько сколько вы хотите сюда до края сюда не доложите начинку сделать такую ковбаску типа теперь оцей край загинаю я сюда и защипаю тут тут тоже надо защипнуть ножиком у меня таки специально есть я просто отрезаю таки трубочки я буду делать полностью из всего тесто я их положу на расстойку чтобы они трошечки увеличилась в размере но тут есть один тоже такой маленький нюанс знаете прекрасно когда любое изделие из муки хлебобулочное положите на расстойку чтобы оно поднималось желательно конечно его накрыть или полотеночком или пищевой пленкой но в цем случае наоборот ничем накрывать я не буду мне надо чтобы тесто и подошло и в то же время чтобы тесто как сказать обвитрилось подсох коли тесто подсохнет чуть-чуть тоди воно при жарке не так будет убирать в себя пост на маску ну это для тех кто не знал так ну такие трубочки я буду их положить подальше и делать это буду все составным тесто можете меньше робить трубочки ну я ки на вас дивляться быстрому и здоровье и пила потому что у меня просто нема времени ну естественно показываю какие маленькие можно лепить бачите так что так в сковородку я налила литру постного постный уже раскалилась и зараз я буду жарить жарить надо на среднем огне у меня еще осталась а начинка что зная можно сделать может это кушать потому что она уже готова или можно и в пакет целлофановый и в морозильную камеру до следующего раза вот такую миску вкусняшки я нажарила только не пишите что это вредно если вы конечно будете их кушать каждый день то конечно жарить не вредно а раз в месяц можно всегда побаловать дивиться я рабыла по быстрому здоровье можете сделать маленький делаете размеры яки вам нравятся после у меня осталось и чисто потому что я не использовала для присыпкой муку так что после вы оставьте в сторонке следующем видео я вам покажу что с него можно сделать еще что на него можно еще приготовить так что а зараз я разломаю покажу вам вкусняшки тесто мягусенько мягусенько получается начинка сочно потому что тут присутствует лук и лука тут богата больше разломаю возьму запах пререзь попробуйте сделать самое главное чтобы осталось и чисто пост на надо хорошо защипывать края чтобы их не разорвало чтобы начинка ваша не пішла пост на раз и стол присыпайте не мукой а смазывайте постным маслом и всем пока а нам приятного аппетита пока пока пока